К похоронному бизнесу всегда возникает много вопросов, но до суда дело доходит редко. На этот раз не повезло двум товарищам Курдадзе и Каблову. Их все-таки догнала машина правосудия. Балаковский районный суд долго рассматривал дело и вот, наконец, вынес приговор. Суть преступления, совершенного обвиняемым, и проста. Они брали деньги за установку памятников на могилы, а в итоге не выполняли заказ. Действие Курдадзе будет в полиции 157, это часть 2 УКР как мошенничество, то есть хищение чужого мошенника путем обмана совершенного, исключение значительного счета. Первой на уловке мошенников попалась бабушка Божия Дуванчик, у которой умерла дочь. Для того, чтобы установить памятник на ее могилу, женщина продала квартиру. Видимо, подсудимые узнали про наличие большой суммы и совсем не постеснялись выставить бабуле счет на четверть миллиона рублей. Будучи введенным в заблуждение, полностью доверяя Курдадзе, не ожидая от него каких-либо противоправных действий, согласируя, что передала последние свои деньги и средства своему мошенному преступному действию. Курдадзе и Каблова вообще противоречит здравому смыслу. Пришли к рамке 38699-3 квартала, 13 на территории кладбища Булакового гипотетика, нагрузки памятник стоимостью 20 тысяч рублей. Этот памятник подсудимые украли с одной из могил Булаковского кладбища для того, чтобы потом установить кому-то за деньги. Специально выбрали такой памятник, из которого удобно снять табличку с именем, фамилией. Тебе в новом могиле не признаешься? Нет. Полном могиле, да? Полном могиле. Не признаю. Во всем эпизоде? Хотя подсудимые вину и не признали, суд собрал достаточные доказательства их преступлений. В итоге Курдадзе получил наказание в виде исправительных работ сроком на два года с удержанием из заработка осужденного 10% в доход государства. Каблова приговорили к обязательным работам сроком на 400 часов. Пока приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован. Продолжение следует... Продолжение следует...